Супер популярных, известных карт, которые могли бы быть... Тускан добавьте, наконец! Да, добавьте Тускан. Мне в предыдущей карте сказали, что я Тушкан, потому что я произносил его как Тушкан. Ну, чё бы и нет. Вот, и довольно забавно то, что в каких-то вещах Valve логично, в каких-то вещах оно, наоборот, противоречит собственной логике. И мы сейчас будем смотреть с вами самую логичную карту под названием Банан на Банан на Банан. И уже здесь тусовка от Мира. Смотри, Мир вообще от моей рукой играет. Говорит, ну где там? Ну, Лами его не почувствовал, от Чопера есть размен. Ситуация пока равная 4 в 4, а вот и Мэджикс подключается уже. По Чоперу есть информация, шикарная флешка. Исполнение команды Spirit, ну и постепенно-постепенно команда Банка Пепси редеет, становится все меньше. Ну и Декстер с SDY остаются вдвоем. Ну, сам Дайан, конечно, очень хорош. Набрал форму буквально бешеную. Ну, не знаю, парень. Он даже еще и полностью никнейм свой написал, представляешь? Угу. То есть это насколько уже силушка поехала, что аж весь никнейм можно написать. Напомню, что раньше я награла под SDY, и нормально ему тоже было. Кси ждет. Или Ксе. Или Ксе. Или Кси. Опа. Хэдшотик приехал один на один. Можно развести, можно разводочку устроить. У сам Дайанга уже коленочки трясутся, трясутся. Ну, а хэдшот приехал четко, профессионально. Отыграно на 100%. И взята бомба. Оооо. Не, ну все. Это какая левая банка выиграла. Такие вещи не прощаются. Кстати, сейчас с огромной долей вероятности, да, будет форсированная закупка. Калаш плюс Галилы. Да, непосредственным образом и деглы появятся у команды банка Пепси. Но команда Spirit, как мне кажется, против такого форса в любом случае имеет свой пол раундов. Как им играть закрыто или все-таки напротив делать контр-агрессию на своего оппонента. Ну, в первую очередь Дуга. Наверное, самая важная позиция на карте Инферно. За нее команда Spirit включилась моментально, начиная с пистолетного раунда. И были правы. Ну и команда банка Пепси, что мы видим? Это два АК-47, два дегла и Галил. Сейчас где-то плачет один Петрик, да. Но видите, есть, опять же, да, очевидно, сколько людей, столько мнений. Но в вопросе вертигона комьюнити довольно-таки, довольно-таки, однополок этому всему относится. Но, опять же, да, это время решит. Панк и Пепси тем временем теряют одного в самом начале этого раунда. Просто прострелили сквозь смог. Ничего особенного не случилось. Spirit уверенно отстаивает свои точки. Опять же, мы понимаем, что ранний подпуш банана и все. И халдим. Халдим, получили преимущество. Ничего особо придумать не надо. Это РМР. РМР не место для фантазии. Это место для четкости, исполнения, идеальности во всех параметрах аспекта. Кстати, не понимаю, почему... Так, 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 немножко. Ладно. Вебки имеются. Это самое главное, потому что видеть лица игроков это всегда приятно. Но Axi Power в это время проходит уже под 20. И так, есть информация по дефолту. Должна быть информация по большим пескам. Ну или балкон, одно из двух. Ну и Magix просто никуда не выходит на репик. Ждет команда своего тиммейта. Ну и плюс ко всему, там с малых песков может подойти еще и третий номер. Сдивай накинуть флешку на пик шартап, чтобы более-менее безболезненно принять эту позицию. Сдивай погибает на 15. Ну и все. Продолжается у нас от команды банка Пепси выход по точку А. И опорник СБ также моментально смещается. Будет приемка. Magix. Красава. Одного, второго вместе с Декстером. Просто в перекрестный огонь забрали. Но при этом все. Банка Пепси продолжает наращивать здесь превосходство по позиционке. Забирает внутри планета игрока. Калинка остается один на два. Ставит бомбу. Он успевает это сделать. Отдают деньги у нас перед своему оппоненту. Но закрывает раунд в свою пользу. В принципе, выбили три девайса банка. Поставили банку на банку. И банка, банка, банка. Это человек-человек-волк, а зомби-зомби-зомби? Да. Ну и третий раунд. Могут закупить себе, да, опять же, какой-то Мактен. У тебя каждый раз сердце крови вливает? Нет, я просто видел, что он хотел девайс добрать. Видимо, но с другой стороны, вроде как успел. Или там, видимо, банки хотел подобрать. 1.18 у нас спириты на париматче имеют. И 4.5 на банку Пепси. Ну, я не знаю даже. Ну, по-моему, тут... Кэф на банку, что называется. Так, ну ладно. Третий раунд. И все-таки это форс в очередной раз от команды банка Пепси. Это также Галилы. Два АК-47-ых. По гранатам, конечно, все скудновато. Но в любом случае, на стрельбе можно переиграть своего оппонента. Но, правда, стартовый полгранат залетает под дугу от команды Спирит. И несколько отстранен от своих тиммейтов. Кси-пауэр. И смотри, как Галилы выходит на пик. Чоппер моментально дает информацию, что парни довольно агрессивно. Команда банка Пепси выходит под дугу. Наверное, отдадим. Да, и действительно, опорники на Б принимают решение все-таки под запуск оппонента игры. А представьте, если тебя удалили из основного состава в банке Пепси. И ты на банке Пепси. Я уже тоже об этом думал. Ух. Это начало Нолана, друзья. А тем временем у нас продолжение атаки. Довольно пассивное. Мы понимаем, что ранние вот эти подступы к Б пленту захвачены. Все хорошо. Можно атаковать. Проблема в том, что два смока всего лишь имеются у атаки. Нет моликов. Невозможно будет нормально чекать Б3-шку. Смок на хелпу дефолтный. Гробы также там отзонили. И Проблем убивает Чопера. Амир остается в стол. А как же он разрешает все вопросы? Здесь красава. Максимальный размен для себя произвел. Дальше уже было невозможно тащить. В том, что он потерял свой тиммейтер в самом начале захода от банки. И бомба будет поставлена. Ну, кстати, три граната стоят за команду Спирит. Можно куда-нибудь застакать этим уроном. И как минимум одного соперника исключить. Но две гранаты остаются. А вот теперь действительно полетел стак. И, слушай, конечно, на пуле проседают два игрока. Это лин проблем. Ну и под флешку пошел пик. И первый минус в исполнении СДВА. Размен от Лайма. А еще на пуле есть Мэджикс. Не дочекал Декстер. Один в два остается. Времени все меньше и меньше. 16 секунд. Хороший фраг. Есть дефуза, Декстер. О, как вы это отдали МП-шки с такой рейнджи. Лайм. О, не, ну такого не должно было происходить. Декстер, конечно, супер доволен. Потому что ему подарили раунд только что. Ну, с одной стороны, он просто красава. Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что 2 на 1. Особенно с такой позиционкой. Банка Пепси обязана была выигрывать. И еще один байс вверх. Ну, экономика у защиты слабая. Это прекрасно понимает команда Банка Пепси. Поэтому надо выбивать. Если они сейчас, условно, первый раунд забирают, то это раунд за два. Потому что в следующем придется форсить команде Спирит. Ну, а форс на самом деле, ну, не всегда гарантия успеха для атаки. Все-таки деглы на близких позициях. Это очень опасная вещь. Ну, а пока мы смотрим, как у Декстера. Да, снайперская винтовка появляется. Калаш плюс 2 МК. Одна МПХ девятая для Чопера. По полугранату у команды Спирит все очень хорошо. А там Декстер действительно идет на пик стартового тайминга на дугу. Ну, я думал, мне еще и в дым. Если выстрелить, тогда вообще будет Габелла. Но там лайм немножко проседает по ХП. Чопер, в принципе, тоже просел. Практически на 80. Но прямого контакта мы с вами не увидели. Это так, нащупывание почвы под ногами. Не более того. Ну, и вокруг центра пока строил свой раунд команда Банка Пепси. Пощупал желтого, что называется, в начале раунда. И Банка Пепси продолжает свою атаку. Очень спокойно действуют хлопцы. Опять же, не надо рашить никуда. Мир откидывает молик. Где-то когда здесь можно будет принимать. Прохладные перестрелочки сквозь смока. При этом всем у нас топорников на А целых 4 человека у Спиритов. У Банка Пепси еще есть возможность, в принципе, переориентировать свою атаку. Да, они не имеют контроля над Бананом. Но в целом на поздних таймингах можно это сделать. Потому что они могут законтролить на временной зелени и выйти с плитом на Б. Но вместо этого они пока просто тащатся на миде. Не очень понятно, куда же они все-таки хотят выступать. Время, на самом деле, довольно большой объем потрачен уже. И 43 секунды есть, конечно. Но, опа, мир обнялся. Поцеловался. Мэджикс тем временем еще добил Лина. И теперь уже у Банка Пепси проблемы. И по живой силе, и по позиционке. Потому что Спириты начинают просто растягиваться по пунктам. И в глубине будут принимать этот выход. Да, но здесь, кажется, уже конечная станция для команды Банка Пепси. Сдевайк Соляру просто завозит раунд на 15. И 4-0 команда Спирит, Банка Пепси. Ну, сейчас действительно придется делать экономический раунд. Ну, и первая тактическая пауза. Парни попытаются, наверное, все-таки сейчас понять, а что же не получается. Где не получается. Во-первых, я, честно говоря, как мне показалось, правильно было бы сделать выход все-таки саппартов под флешку. Ни одного дропа на двадцатку через балкон не было. То есть с плитом, зигзагом. Когда у тебя нет гранат, довольно тяжело зайти на точку А. То есть под Б, понятное дело, по многим объективным причинам тоже. Но все-таки в первую очередь дугу ты должен занять, а потом уже заходить. А здесь все-таки ребра зачастую отдает команда Спирит. И Банка Пепси этим не то чтобы особо пользоваться. По первому таймику лежит там дым. Но, как правило, Спирит его, по-моему, не продлевает. Дальше момент в том, что если Банк в предыдущие три раунда нормально заходил, ставил бомбу и выбивал довольно много девайсов, хоть и проигрывал раунд, а сейчас они отдали раунд вчистую. И очень много экономики появляется в руках у Спирит. Лишний для Банки. Если взять то, что им сейчас придется играть полуфорсовый. Точнее, пистолетно-арморный раунд, которому они, скорее всего, тоже отдадут денег слишком много. Спириты будут принимать втроем Банан. Опять же, антирашевые гранаты начальные классические. И сам Дайанг тоже получает себе кое-шку в лицо. 52 хп остается. После встречи пары пуль в лицо. 25. Или это хе была, не знаю. Очень еще много дамаги он наносит еще и к своим оппонентам. Отходит обратно. Банк теряет довольно много ресурсов. Ну и Пепси стоит отступать. Да, но еще в дымы находят мир проблема. Ну и все. Лин, Лайм и Кси Паура остаются втроем. Молт прилетает на бревна. И оттуда нужно на почту хотя бы стянуться игроку атаки. Так и случилось. Правда, какая разница с любым присмотром уже соперников. Здесь, как мне кажется, уже просто тир для команды Спирит. Они в четвером эту позицию приходят, полетели еще коротко гранат. Ну и действительно продолжаются войны. Это просто стрельба в пусмака. Четыре человека стреляют в одну и ту же точку. Потому что бомба уже под их контролем. Ну и банка. Пытаются, конечно, найти какие-то фраги. У них есть два дигла. В целом можно хедшот найти. Но, скорее всего, шансов даже на один фраг довольно мало. Вот видит противника. Попадает по Декстеру. Правда, Лайм. Ну и Лин остался в соло. Что он будет здесь делать? Наверное, ничего уже. Ну, какой-нибудь один фраг престижа может быть. Да, нашел фраг по Чоперу. Но тут, на самом деле, уже у команды Спирит и Экономик на относительно неплохом уровне. Ну что же. Шестой раунд. И команда банка Пепси получает снайперскую винтовку к Сипауру. И, наконец-то, наконец-то, и армора присутствует. Все есть. Но если и в этом раунде банке Пепси не удастся команду Спирит должным образом напрячь, то не знаю, что, в принципе, делать дальше. Возможно, еще одну паузу брать. Но, в первую очередь, хочется посмотреть, что команда банка Пепси придумает. То есть, будет ли это выход все-таки через второе мидл сейчас и медленный контроль ребер, или же все-таки как-то больше под контроль дуги разыграют. Ну, проблем по первому таймингу идет занимать центр. Откинул флешку, чтобы снайпера на всякий случай ослепить. Ну, здесь пока молот в исполнении Спирит. Откидывают дым и пока жалеют. Ну, по понятным причинам. Ну, а Лайм по первому таймингу пикает базу B. Все, по нему информация есть. И, кстати, вот отмечу, что Спирит, как только у них есть информация о том, что в упоре, как минимум, на машине имеется оппонент, они сразу же отходят в закрытую. Фу, немножко отвлекся. Прямо было видно по вебке. Декстер приподнял голову куда-то там. На радаре, конечно. Да, возможно. Но, в любом случае, ситуация уже позитивная для банка Пепси. Возможно, мы увидим первый раунд, да? Потому что пока какой-либо интриги практически нету. Да, у нас был один раунд, который Декстер в соло затащил один в два. И, по факту, он должен был быть для банки первым. Но, может быть, сейчас хоть что-то размочат и дадут нам интригу в рамках первой карты B.O.3. Второго за сегодняшний день. И, я бы сказал, первого дня для РМРа. Но у нас еще до этого квалы были. Чопа вместе с Миром на Б-пленте. На приемке должны четырех отражать здесь атаку. Очень медленно действует банка. Ну, гранаты есть, на самом деле. Еще есть дым, еще есть молотов. Поэтому, в принципе, молотов за B3 смог в ПТ и подплышки заходить. Да, да, да. Там на огонь идут парни. Как они горят! Как они горят! Как будто они не слышали, что моллик горит. Жестко. Мир вместе с Чопером дефует с легкостью. Всех этих хлопцев. И банка Пепси. Ну, слишком не ждались. Вышли не в самый лучший тайминг. И, да, у защиты просто идеальные тайминги были молликов. То есть, из них не выбивали ранние Смаки, ранние молотовы. И это дало свои плюсы для них. Для этого дефенса остается только Си. Ему надо сейвить. Да, причем выходили-то 5 в 2 на базу. И вот каким-то образом вообще ни одного фрага не нашли. Нашел фраг только Лин в районе Апартов под Экстероса. ВПД и все. 6-0. И пока борьбы на карте, к сожалению, нет. Но мне кажется, Spirit еще в преддверии этой встречи понимала, как будет играть миксовая команда на Инферно. Потому что... Но вот это точно... Изучала одну демку, ты имеешь в виду? А? Изучала одну демку? Не-не-не. То есть, они прекрасно понимали, что они будут искать первый фраг. И потом, скорее всего, под какую-то позицию либо смещаться на противовес, либо же все-таки ее давить. Ну и команда Spirit мы с тобой прекрасно видим против условной какой-то команды стабильной. Они могли бы спокойно дальше удерживать позицию над Бананом. Несмотря на то, что там вроде 2-3 человека. А здесь команда Spirit прекрасно понимает. Окей, давай мы дадим раскинуться, но все-таки в синергии, точнее, команда Spirit чувствует себя гораздо увереннее. Даже 2 в 5 мы с тобой видели, насколько ОП команда Spirit даже на приемке в таком меньшинстве. Вопрос еще в том, что Банка, к сожалению, может я, конечно, скажу глупость, но не предлагает разменов по гранатам в ранние таймеры. То есть, да, за Банан откидываются моллики и так далее, но мы видели только что ситуацию, в которой Spirit сохранили 2 молли на 40-й секунде. Что означает, по факту, что ты выиграл раунд, потому что на Б-плэнт другого захода нет. Да, вы не зачустили зелень, не можете сплитовать, у вас один заход, вы идете просто в эти огни. Либо вы тратите в таком случае туда смоки, и вам тоже очень сложно двигаться. Это означает только то, что Банка должна стараться выбивать ресурсы у противника намного раньше. Посмотрите прямо сейчас, какое количество молликов и смоков имеется у дефенса. 3 моллика, 58 секунд остается, Банка не выбила ресурсы из противника вообще. И тут дело не в миксе или не миксе, дело именно в том, какой у тебя геймплан. Да, а плана пока, судя по всему, нет. Команда Банка Пеппи, так, Тектор нормально прибежал. Калинка Малинка. Он вообще не ожидал таких двух, потому что ни разу Банкой такого не использовал коннектор для того, чтобы двигаться там. Калинка убивает еще и Мэжиска, и остается только СДВ, который погибает. Причем 2 в 3 спокойно тоже может ретейкать. Команда Spirit, как мне кажется, Чоппер с миром, звено базы B. По гранатам 2 молотова, дым, флешка, 2 осколочные гранаты. То есть, на самом деле, отзонить можно абсолютно любую позицию, чтобы выходить 2 в 2 условный в плент А. Но, по-моему, это все-таки подсейв от команды Spirit, как мне кажется. Да. Не знаю, возможно, была какая-то коммуникация в этот момент у Декстера в ушах, поэтому он не услышал движения по коннектору. То есть, он бежал по библиотеке, он должен был слышать, как, кто там, по-моему, был, да? Калинка? Да, Калинка выходит с этой точки, но он совершенно не думал ничего подобного. Как? Это что, реально ретейк? Не-не-не, ретейка не будет, потому что времени, наверное, нет. Они просто выбивают девайсы, экономики не будет у банки Pepsi на следующий раунд. То есть, все, что заставят, тем мы будут воевать. Ну, 4-300, 4-300, ладно, нет, раздро будет, все нормально. Еще один полноценный оружейный пройдет у банка Pepsi, но если проиграют этот, лосс-бонус, во-первых, уже спал. Ну, а коэффициент от наших друзей из прематч на эту карту на 1-0-6 на команду Spirit и восьмерка крепкая на команду банка Pepsi. Ну, обычно крепкая другая цифра, девяточка, и все мы знаем, про какую банку я говорю. Вот, ну, а команда Spirit заберет ли седьмой? И, в принципе, им два раунда до конца первой половины остается. Нет, не знаю, мне только иностранные трансляции смотрю на английском языке, поэтому не в курсе. Тем временем, кси. Выход, выстрел, точно, хорошо. Ну, и с субтитрами, соответственно, сериала. Так, нужно что-то делать парням о Steam Spirit, потому что вот эти ранние... Ну, ты говорил, да, план под названием «Мы берем опены», и, господи, кси продолжает показывать. Я не знаю, сейчас кто-то может сказать, что Forza зря его кикнули, но мы понимаем, что, возможно, были другие причины. Мэджис убивает одного, но второго не получается. Супер быстрый раунд. Вот это то, о чем я соскучился. Предыдущая БО-3 была супер медленная, боже. Они халделись все раунды, постоянные. Понимаешь, что это РМР, я понимаю, что это супер ответственность. И, понятное дело, то, что старались быстро закрыть своего оппонента, хлопцы из команды Хуча. Но сейчас, наконец-то, по-моему, первый раунд за весь, за всю основную стадию РМР, которая... Ну да, потому что, в принципе, да и у команды Дяди Митя сам по себе плейстайл довольно медленный у Стопенгот. Но я думаю, у Стопенгот, на самом деле, он такой же медленный, но плюс в придачу ко всему. Это все-таки, да, статус турнира и первый опенер, получается, для них такой очень важный. Ну, ладно. 6-2, дорогие друзья. Два раунда подряд в исполнении банки ПП-7. Ну, экономика постепенно начинает рядить уже и у команды Spirit. Еще одна закупка будет с гранатами, но в следующем раунде могут уже начаться проблемы денежного характера. Ну и вроде... Если, кстати, команда банка Пепси заберет там условные 6-7 в атаке, в принципе, могут драться все, что меньше 6-ти. Я считаю, это уже будет полный провал для них, потому что все-таки выбор команды банки Пепси. Ну, а на пике оппонента будет тяжеловат. А напомним, там Даст-2. В принципе, Даст-2 также все умеют играть, но, мне кажется, с точки зрения командной коммуникации Spirit здесь абсолютно вне конкуренции. Итак, по зингам у защиты. В принципе, раздроп будет, так что все окей. Ты предполагал то, что у них на этот раунд, если они проигрывают, все будет грустно, но получилось засейвить два девайса. Самое главное из них, конечно же, AWP на мире. Тем временем, по фрагам очень банка Пепси не смотрится как микс. Обычно в миксах есть 2-3 человека, которые вообще не отстреливают, и еще 2, которые просто божат. Здесь парни у всех по 3,5 килов очень равно. Кси со снайперской винтовкой выходит с хорошим таймером на хорошем спауне чекать банан. Но там никого не было. Так, ну пока по первому таймингу банка Пепси просто пытается через второй центр своего оппонента задетектить. И, кстати, ну нет, но этот фраг все-таки на дуге. Чопера прострелили. А есть опция показать, там лежит дым по-прежнему на дуге или нет? По-моему, рассеялся уже. Ну да ладно, полностью команда Spirit, я так понимаю, будет угадывать направление выхода своего соперника. Потому что мы видим, как абстрагировано от базы B сейчас играет мир. Его позицию тоже можно понять. Ну и выход на ребра в исполнении калинки имеется. Флешки мы накинули, поэтому спокойно себя чувствует. Он проверил, что никто в агрессии не играет. Это значит, что у соперника, наверное, можно растянуть под базу B. Но и отправляет одного люркера именно под апарты. Это калинка, которая будет тоже шороха наводить. Правда, у калинки гранат нет, ему придется светить либо лицом, либо уже все-таки к команде уходить. Либо на ротацию будет работать. Нет, он просто выходит контактом, минус по Декстеру находит. Мэджикс, по идее, разменяется. Да, но это 3 в 4. И только звено SDY плюс Мэджикс могут остановить команду Банку Пепси. Плюс мир ты имеешь в виду. Да, мир у нас в углу. SDY на подсадке. Его, конечно, смаканут. Но это не B-Plant. Боже мой, Банка Пепси переигрывает своего оппонента ментально на перетяжечке. Выезжает в сторону Аплента. 27 секунд остается. И от молодого хлопца с белыми волосами все будет здесь зависеть. У него 59 хп. Он уезжает на B-Plant. Это сейф. Это сейф. Он полностью грамотно все делает. Уходит по добру, по здорову. Банка Пепси всего лишь при помощи двух фрагов. Опять же, Калинка, конечно, здесь целиного наводит. То есть и первый раунд, который они взяли, был чисто на руках Калинки. И этот раунд тоже на нем. Итого три раунда, еще два раунда из трех Калинка завозит в своей команде. Так, ну что же. Вроде казалось, что Спиритов уже не остановить на этом невероятном стрике по раундам. Но команда Банка Пепси молодцы. Молодцы. Видимо, тактическая пауза тоже сделала свое дело. Но Спирит, опять же, закупаться, наверное, здесь до Таллау не будут. Оставить деньги на через один раунд. Сейчас можно позволить себе какие-то деглы условные. Докупить несколько гранат, чтобы можно было воевать по первому таймингу. Ну и укреплять, возможно, что придется. Но три райфл-гана остается. Это более чем хороший сетап. Даже сейчас имея в наличии два каких-нибудь вдовеска пистолета для Декстера и Чопера. Можно пропушить, например, ту же дугу. Но гранат, опять же, будет немного у Калинка до Спирита. Поэтому уроний под пуш довольно опасен может быть. Даже если там в трое вы будете с бананом работать. Хотя, слушай, ну, гренки подкупились. Нормально. Нормально хватит. Задушить банан. Откинуть дефолтные смока под миддл. Соответственно, ставить соло. Сыграть четвером на А после этого. Ну, вы знаете, дефолт, короче, по тому, как работать по ранней Аркадии на бананы. Посмотрим, как у них это получится. Банк, в свою очередь. Триплой пока играет по этому направлению. При этом всем есть под пуш по апартаментам от Дефенса. И пока там еще никто не встретился. Да, это будет тройный угол, что ли? Что они делают? Да, это будет какой-то интересный сетап. Ну что, ну присядь, братик, присядь. Присел. Молодец. Спасибо. Кстати, не отметили мы этот момент, что все-таки закупилась в ноль команда Spirit. Не оставили денег себе на следующий раунд. Поэтому раунд за два для команды банка Pepsi. Так что, если этот забирают, то выход на 6-5 выглядит очень даже заманчивым для них. Ну и медленный контроль. Опять же, да, вот похвалил-то парня за быстрый выход. И такие, ха, ща, погоди, Crystal, у нас еще тут есть медленный раунд. Не, ну подожди, они просто сейчас должны еще прочекать, какой бай у противника. Ты же ноль инфы имеешь по этому поводу. Хотя, в принципе, с тем количеством гранат, которое было откинуто в начале на банан, наверное, ты уже подозреваешь. Ну, они видели, что и три девайса было засейвлено. Ну да. Так. Сдвай халдит. Очень-очень страшный раунд для банки. Они понимают, что именно сейчас неплохо было бы закрыть, чтобы получить себе не только четвертый, но и пятый раунд копилку. Поэтому постепенно, как змеи, просто приезжают. Нет-нет. Очень много коммуникаций от Лина, кстати, поступает. Не очень понятно, о чем, правда. Что он узнал об этом? Что же, пацаны, я пришел на апп, а тут никого. Так, хорошо, есть инфа, но проблем. Флешка от него будет. Какие-то выходы. А, это ВДВ раунд. Это четыре человека на песках через аппы, один через мидл. Калинка выпрыгивает первый, погибает из девайса. Декстерум просто насилует людей налево и направо. Банка Пепси теряет всех от начала до конца. Но Кси, зачем же ты вылетел? Зачем же ж ты вылетел? Я понимаю, что тайминг был не лучший, но уже ноу проблем. Решает все вопросы. Девять секунд подобрать бомбу, поставить Сишку. Чоппер рядом. Вертолет идет в атаку. Бомба будет поставлена, бабки заработаны, ноу проблем. Один на один. Знает ли он где оппонент? Да, он чекает Чоппер. И Чоппер оказывается сильнее в этой перестрелке. Как же грустно. Проблем просто стрелял вверх. Чоппер пригнулся и все. Изи кат. Ну да, на самом деле вот эта граната полностью спалила местоположение игрока команды Банка Пепси. Он и так прекрасно вышел в каком углу. Да, да, да. Ну просто он мог запрыгнуть еще в этот момент. Если бы он запрыгнул, то там было бы сложнее чуть-чуть СЛГ перестреливать оппонента. Ну ладно. Кси так жестко поторопился своим дропом. Сделал два шикарных фрага. Мог бы отхалдиться ровно на этой же точке. Проконтролить ситуацию. Дать возможность своему тиммейту вылететь дальше, который находился сзади от него. Ноу проблему как раз. И все было по кей. Дропаешь бомбу, дальше контролишь сапов. У тебя хорошая позиционка, все нормально. Но Кси немножко поторопился, дропнулся дальше. Опять же, я понимаю, что это была агрессия из-за таймера, которая там 12 секунд, по-моему, оставалась. Но, боже мой, как же круто они вместе сыграли. Несмотря на то, что их тиммейты, точнее, подвели довольно плотно. И начало для Team Spirit этого выхода было очень-очень сильным. Кси, тем временем, находит мир и убивает его. Там выход на бэп-планет остается на опорной позиции только Чопа. Так, в это время коленка с бойлера минус PSD Wine. Ну и Чопер давай, работаем, работаем. Отлично, минус 2 Чопера. Остается двоится команда Spirit, но уже не в позиции. Нет инфе, а Декстер, ребят, давай. Да, Декстер может влететь в дымы сейчас просто в наглую. Ну, это было бы прикольно. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, что это не совсем был бы адекватный мув, если бы он оставил в соло мэдкерса. Симпл бы уже бы на планете развлекался просто и ставил бы всем все налево и направо. И Гамбиту бы уже проиграли гранд-финал с отсчетом 3-0. Но, извините, с другой стороны, правильно все делаю. Это очень-очень равновешенное решение. Хочется порой, конечно, быть героем, ворваться. Но у тебя ноль инфе о том, где конкретно находится оппонент. Да, банка Pepsi могла бы уже быть вообще всей командой на Б-планте. Ты бы ворвался, была бы ситуация в размен. А ты с ВП, не очень хорошо и не очень приятно. Так, ну что, первая половина постепенно подходит к своему концу. Ну, 4 раунда остается у нас. Ну и пока нет точного победителя в рамках первой половины. Но Spirit пока тяжеловато идет продолжение после начала в виде 6-0. Так их просто спасает. Сначала раунд от Декстера 1 в 2, а потом от Чопера, который тоже 1 в 2 взял. То есть, ну, ситуация, в которой у тебя соло, геройские мувы в окончании раундов вытаскивают тебя не 2 даже. Да, если мы возьмем экономику, и ты вытащил им, скорее всего, все 4. Слишком много. Ну, слушай, с другой стороны, мы говорим все-таки об игроках у команды банка Pepsi, которых тоже киберспортивного опыта, ну, именно соревновательного очень много. Поэтому ничего такого здесь плохого не вижу для команды Spirit, что во многом все-таки тет-а-тет перестрелки решают уже определенные моменты. Понятное дело, что Spirit номинальный фаворитец должен... По макро должен тебя разваливать кабинеты, да? То есть, ой-ой-ой, дабл хаес, до свидания, Мэджикс. А я напомню, что это был один из двух игроков, у которых был сейф, и надо подобрать М-ку. Подбери, подбери ее. Подберет, подберет. Гранат, правда, нет, к сожалению. Да и арморовая издевая. Ну, если как-то затрекать сразу оппонента, и вдруг повесит голову, будет хорошо для него. Но, объективно говоря, здесь у команды Spirit будут проблемы. По гранатам полная жесть. А вот у команды Банки Пепси все необходимое на месте. Молотый козырек, флешка под выход на ребра. Ну и все. А через малые пески ты уже здесь не разыграешь. СДВ будет играть на больших. Ну и стягивается, двоится у нас Чопера плюс Декстера. Ну и Декстер, конечно, с авиком в первую очередь должен здесь работать. Но спец своей команды... Ну, как мне кажется, все-таки Декстера здесь задушит. Ну, подожди, 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 подожди. В упор Чопера не чекают, а сейчас чекают. Но могли не прочитать. При этом все МВП от Декстера работает. Два кила сделано. Красиво. И вправду. И Банка Пепси должна валить. Да, линку. Да, линку. Это самое главное. Теперь Декстер уже на подходах. Гранат, к сожалению, для того, чтобы остановить этот пуш, нет. Поэтому придется просто телом принимать. Мир закрывается спины. Он может втаймить. Главное не торопиться. Главное не торопиться. Сейчас играть от НВ своих тиммейтов. На лейм остается один. И что теперь? Ну, а теперь один в три играть. Уже Перл забирает. Это минус Мир, но в дымах его ждет. Третий номер. Это СДВА с АК-47. Ну, и Декстер просто позволяет своему оппоненту зайти на планету, поставить бомбу. А вот разревили на дым. И СДВА не позволяет ему поставить бомбу. А что он не фриковал-то? Он же знал, что смог закончиться сейчас. Ну, или, возможно, не станет. Ну, я думаю, решил, знаешь, сыграть на мужика. Мэ. Ну, давай. Мэ. С другой стороны, может быть, ты прав. Да, если бы он фитьканул, никто не вышел бы в этом случае, у него была бы ситуация еще более слабая. Ну что? Три раунда до конца и банка Пепси. Но экономика. Посмотри на экономику атаки. Вроде три раунда подряд забирали, а денег нет. Ну, на самом деле, здесь огромный бонус для команды Спирид, что с двумя состремленными девайсами они смогли перебить команду банку Пепси. Причем у Спирид было три граната. Молик, флешка и один дым. Все. Ну, давайте смотреть. Быстрый выход от к себе под дугу. Попытка пихнуть его оппонента. Горит на молике, горит на молике, горит на молике, горит на молике. Ну и Лайм в ответ. Два фрага, что тоже неплохо. База Б, предела полностью. Ну и... Я уже чувствую, как горит просто. У некоторых тут кто считает, что Спирид должен с легкость это брать. Я с вами солидарен, издевай, убивает еще и Лайма. Остается только проблем вместе с Калинкой. И ситуация полностью перевернулась. Банка Пепси имела сумасшедшее большинство сейчас восстанавливать. Хотя бы равенство. И еще и берет под контроль Б плент. Выстрел сквозь мог. Текстер не попадает. Бомба становится от банки. Ну и теперь ситуация, в которой у Спиритов... Я не знаю, если там лежат ли диффуз кита у кого-нибудь из групп. По-моему, да. Вот на миде прямо. Слушай, не на миде. На миде, господи. На снейфлейне. Пробдум ждет, когда к нему придут. Калинка вместе с ним. Ну, крепление, констракшнез, это всегда приятно. А вот второго не ожидали. «Мэджикс, господи. Он и диффуз кит находится, и все нормально у него». Самое впечатление, что у Мэджикс это был Кольт. То есть к 47-м, потом бы еще быстрее бы разобрался. То есть команда Банка Пепса должна была здесь забирать вообще в легкую остаток этого раунда. Но мне кажется, они были несколько дестабилизированы. Первая флешка, которую накидывал погибший игрок команды Спирит. И они, видимо, подумали, что тот уже прошел в плент под эту флешку. Потому что это было логично. А Мэджикс такой, погоди, погоди. Вы куда, мужички? Что здесь так у вас? Сейчас разрушим его. И по итогам девятый раунд для команды Spirit. Это минимум 9-6 для них в рамках первой половины. А более того, мы с вами видим, что у команды атаки нет денег на нормальную закупку. Есть два армора, кастомные пистолеты, несколько флешек и один дым. Это, к сожалению, не то пальто, которое хотелось бы примерить. Но, возможно, рашбэ какой-нибудь. Нет, быстро выхода по дугу не будет. Не получилось, да, выйти так быстро, как хотелось бы. При этом все, у меня есть два, две флешки. С ними можно играться, ну, выйти на ребра, условно говоря, под одну из них. Попробовать зафорсить Декстера здесь. Всей командой просто запушить его до смерти. Выход с бомбы, парень, открывается. Ну да ладно, в принципе, в любом случае не девайсный раунд. Так что можно себе позволить стэком. Рьет вперед, Декстер в спину, накрывает калинку. Кси остается в последнем. 10-4 на самом деле еле-еле. Ну, то есть Spirit и предыдущий-то раунд могли залить совершенно спокойно. Они и шли к тому, чтобы его залить. Еле-еле вытащили. И да, прематч говорит о том, что на этой карте у банка Pepsi 11 коэффициент, что означает, что они просто не имеют шансов. И 1-0-2 на Team Spirit напомню. Вот, но реальность-то не такова. Это правда. Ну а впереди также не забываем, что еще у нас минимум одна карта ждать этого противостояния. Даст два. Поэтому одним инферно сытым не будем. Поэтому смотрим дальше. Две снайперские винтовки в защите. Этри-райфл-гана. Ну и в атаке для Акси также имеется аминь. Воу-воу-воу! Он будет играть в дальнейший контроль своего оппонента. Вот именно этим мне нравится на самом деле состава без подписки. Да, у тебя дикая мотивация. То же самое Акси помнит, каково это быть на зарплате, каково это долгое время есть по ланам. И выступает на... Да, может быть, не на самом премиальном уровне, но мы прекрасно понимаем то, что это все-таки было не банка Pepsi. Чоппер, хороший заход. Двоих забрал в упоре. Мир еще помог и добивает еще и калинку. Лин остался последним. Как же это МК трекает? Это просто жесть. Наверное, один из лучших девайсов, который прям в трекинг работает очень уверенно. Ну, после Tech9, конечно. Так, ну и Лин последний. Топ. Прилетает по Чопперу, но Мэджикс на подсейве все хорошо. 11-4, первая половина. Но, казалось, должна быть куда ближе. Да. Банка Pepsi молодцы, они там в определенный момент по 6-0 собрали, сделали же 6-4. Ну, реальность не отражает, что... Это правда. То есть, я думаю, что банка могла бы здесь забрать и 8, и 9 в определенные моменты. Просто соло перформанс от того же самого Мэджикса. Один раунд он вытащил. Один раунд вытащил Декстер в соренную. И один раунд вытащил Чоппер, если я не ошибаюсь. Соответственно, такие моменты, они могли прийти совершенно не в ту пользу, которую сейчас мы увидели. Да, и банка Pepsi могла бы иметь даже больше счет, нежели их оппоненты по итогам первой половины. Их собственные карты. Ну, а Спириты сейчас переходят на атаку. Мы понимаем, что у них все очень ровно. Нет ни одного игрока, который бы проседал. Ни по фрагам, ни по перформансу. Ну, не читая, может быть, ладно, парочки довольно странных моментов от Декстера. Но это все номинально. Так, ну мы видим пока, что команда Спирит выдвигает на полтора, пока только Мэджикса будет контролить именно оппонента Саппартов. Ну, а основная часть команды Спирит играет под Дугу. Первая порция гранат пока что отмена не прилетает от команды банка Pepsi. Это значит, что, в принципе, можно здесь разгуляться, контактом выйти, если поймут, что они уже, точнее, понимают, что команда Pepsi просто банально абстрагируется от агрессивной приемки. Значит, можно с раскидкой зайти. Благо, там есть и дым, даже два. Есть молотов, есть флешка, молик на B3, два дыма на 90, плюс КТ, и все, заходи под флеш, все, что хочешь, забирай. Но посмотрим, сможет ли против этого что-то сделать команда банка Pepsi или нет. Обидно то, что они не выходят на дульки. Не, ну видишь, они потратили дым, все, а больше граната нет у команды банка Pepsi. Как дальше-то играть? Ничего, чилить спокойно. Вообще, перетягиваться, возможно, да, если инфы от КСи нету все это время, то Лину, возможно, стоит подъезжать на B уже. И по джиму, кстати, пошел-то уже на полтора. Спирит. Да, ну такой полупассивный выход, что-то постреляли. Смоки дефолтные две штуки дали. Лайм одного, принимает калинка второго. Хорошо, уже работает калинка. Ну все, счет, разобрались. Юспики нормально по углам, прошарились. Даже дульки не пришлось использовать. И поджим со спины еще, замечу вам, происходил в этот момент, что означает то, что банке была возможность дополнить тут силу на B-плантие, даже если бы они потеряли несколько игроков внутри. Ну и команда Спирит будет ли форсить или нет? Судя по всему, нет. Останется с иглоками. На следующем раунде что-то докупит. Калаши, Галила, Гранаты. Ну а вот у банки Пепси здесь… Что, не будет форса никакого? Нет. Что это за новая технология? Хотя, учитывая, да, их преимущество, можно было бы себе позволить. Команда Спирит играет максимально дисциплинированно. За это их тоже корить ни в коем случае нельзя. Мне кажется, даже это плюс реп. Как ни крути. Ну посмотрим. Здесь все-таки фармилки в большинстве своему команды. Пепси. Можно здесь себе деньги на перспективу завести. Кси. Выставь него. Ну, вроде вернется обратно, ладно. Смог. Положили. Кси-чекает миддл все это время. Спириты не торопятся. Хотя у них есть глоки. Это, ну, ВДВ, очевидно, намного лучше использовать именно на глоках. Тебе нужно сокращать быстро дистанцию. Если ты дропаешься до песков, то это дает уже тебе хорошие точки опоры для того, чтобы выйти на Аплент. Так, ну здесь на приемке будет шестой номер. Это Лин. Неподалеку от него также и Лайм находится. Ну и также на малых песках отыгрывает Кси-Пауэр. Посмотрим. Ну, довольно тяжелый выход. Ожидает команда Спирит. Плюс первоначальный урон получает Мэджикс по себе. Ну вот, она на десантуру пошла через балкон. Плюс 1200 долларов для Лина. Лайм, Кси-Пауэр. Все. И 1800 для Лина. Ну, довольно легко, просто затея. Команда Спирит была ясна, но она была довольно быстро рассекречена. Ну все, кобэк. Изи. Я не думаю, что у драконов есть какие-то шансы здесь против банки. Он самая тратильная в защите играет. Почему? Это вот фармить экономику. Да. То есть ты раз ошибся и все. Да. Она очень ранимая. Она как женщина. И такая же... Экономика на КТ-сайде. Так, ну ладно. Преимущество 5 раундов есть у команды Спирит еще. Кси-Пауэр получает в свое распоряжение снайперский девайс. Будет ли агрессивен на первом тайминге Вапарта? Давайте смотреть. И мы видим, что команда Спирит все-таки будет через дугу прежде всего напрягать своего оппонента. Мол, упор. Чтобы никакие фармилки здесь не стояли. И МАК-7, к примеру. Ну и под гранат. Да, действительно, в пятером заходит. И там, смотри, снова уже агрессия Вапарта от защиты. Калинка опасна. Опасна. Слишком сыграно. С другой стороны, флешка была не так плоха. Но вот тайминг выхода под эту флешку был далек от идеала. Не сыграно немножечко было. Рассинхронизация произошла. Как в анимусе. Если Спириты сейчас развернутся под ай, их ждет такая жесть. Но они не пойдут туда. Вот проблем. Но проблем от проблем. Одного, второго. Хорошо. Давай третьего. И третьего кладутся на лопатки. Так он играет. Почему ему дали это сделать? Как это вообще возможно? Более того, интересно, что банка Пепси уже готова была уйти на сейв. Потому что если бы нашли фраг по проблемам чуть раньше, то они бы никуда не пошли. Но было бы сейвить авик, эмку и так далее. Они были готовы на апартах уже до конца раунда захолдиться. Но то, что сделал проблем, это просто шедевр. Молот вообще получает это пол, поэтому пока что никто за бомбу не поставил. Чоппер размен дал, но 1 в 2 для СДВА. Но этот парень потащить может. Времени еще предостаточно, на самом деле. Гранат, правда, нет. Не гранат, не контроль над бомбой. Ну, то есть она как бы справа лежит. Но тут смог, еще смог. И непонятно, что, где, кто видит. Где находятся оппоненты. Тоже информации полностью не имеешь. То есть да, вроде как ты знаешь, что кто-то на холпе. Но может быть уже на констракшене. А может быть и нет. А фейковать или нет. Нет, очень много, на самом деле, проблем сейчас должен решать СДВАЙ. Фейк, полуфейк, полуоткрытие от банки. Все закрыты, все правильно. Все по библии прям. Контр-страйка от начала до конца. Бомб поставлен, банки сработаны. СДВАЙ убивает одного. Но вот это уже ошибка. Нужно выходить вдвоем, вместе. Чтобы на разменчик сразу не давать никаких шансов. Но теперь шансы есть. И сам Дайянг, если он их не реализует, если он ими не воспользуется, будет себя корить потом на протяжении еще, возможно, полуминуты. Так, ну что ж, будет фейковать Ксея? Нет, про не фейкует. Это седьмой раунд для команды банка Пепси. И на 11-7 довольно уверенно Богдан переиграл своего оппонента в Майндгеймс. Ну что же. Это было тонко. Реплей от проблему, да, конечно, это будет. Это было очень жестко. Как ни крути. Но он в соло, можно считать, да, завез раунд. Конечно, я немножко утрирую, потому что доиграли раунд другие игроки этого славного коллектива банка Пепси. Но и все равно пошла в фулл закупку команда Спирит. Это АК-47, для Декстера только Дигл и гранаты. Но здесь уже артиллерия у банка Пепси ПДА спела довольно знатно. Это АВП и 4 М-ки. Защита по полному пулу гранаты, это, конечно, прям жесть. Фух. Но проблему, конечно, красава, нереальный. И он заслужил этот раунд полностью от начала до конца. Потому что, мне кажется, он бы дико тольтанул, если бы его команда не вытащила. Да, то есть ты все сделал. Даже больше. Проблем, проблем. Выход от него. Флэша. По-моему, его собственная флэша сейчас убила. Мне кажется, да. Есть подозрения. И снова у них проблема с тем, чтобы под флэшку выйти на банан. До этого это был Калинка. Теперь это уже проблем. Да, но Мир с тремя ХП, конечно, поживет. Правда, получает теперь свое распоряжение Дигл от Декстера. А Декстера на правах уже более флэшного по ХП. Товарищи будут стараться искорить команду банку Пепси. Но пока нет. Кси на размене с Дуги. Кси молодец, конечно, что довольно агрессивно действует под Дугой. И довольно часто появляется на других углах карты. Это действительно заставляет команду Спирит. Уже Асапов там реально жестко пойдет. Прости, что перебил. Лейм, Чай Лайм может очень сильно здесь наколотить. На самом деле он мог и дропаться на миду. Выход! Что за спрей? Боже мой! Как же неудачно. Я понимаю, что он переводился во время прямо спрея. Не отпускал при этом все. Бывает Лин. Зачекают ли его? Закидывают ему молик в упоре. Можно играть. И погибает. Лин все еще пытается... Ну, не. На уверенности Спириты сыграли. Банк Пепси. Попытались контратаковать. Не получилось. Калинка остался в соло. Надо сейвить девайсы. И мы говорили о уронимости... Экономике. Экономике. О том, что за ней нужно ухаживать. И проявлять внимание. Но в любом случае команду Банка Пепси будет форсить. Там у Кси Пауэра будут деньги. Калинка, если за сейви, то тоже все хорошо. Правда, там уже мир вышел на поиски своего оппонента. Хотя ему с тремя хп тоже, наверное, не стоило бы увлекаться этим действием. Но понимает, насколько важен сейчас будет 20-й раунд. Потому что это во многом будет раунд на игру в рамках этого инферна. Сейчас заберет 13-й для себя команда Spirit. Там не будет экономики. Это выход на 14-й. Ну и, по сути, два раунд до победы. Так что... Не, ну а как же ТБ на инферно дефолт? Да, кому оно нужно? Это же инферно. В смысле из игроков. Я уточню. На всякий случай. Мне кажется, ты можешь уже просто чат не открывать никогда в жизни больше. Лин начинает выпадать из обоима. 6 киллов у этого хлопца. К сожалению, для него на первой половине он смотрелся посильнее. На второй не все так хорошо. Таймаут взяли банка. И сейчас будут обсуждать Pepsi, Merinda или Sprite. Да. Ну и вторая тактическая пауза. Ну, молодцы хотя бы банка Pepsi. Что они не опускают руки, да? Потому что многие команды... Вот опять же, мы смотрели квалификации. Там за два матча, в общем, за полноценный бэст. Мы видели одну паузу только. На ману. Там 8-0 летит. Какая пауза? Зачем? Давай просто форсанем, побежим. То есть там вообще полная жесть творилась. Так у Pepsi все в порядке. Ты же видишь, да? Там волевые раунды. Очень-очень хорошее исполнение. Просто пара-тройка ошибок. И вот 12-7. То есть, по факту, это все еще счет не... Ну, объективно не показывает игру команд. Теперь это, конечно же, ну, очевидно, да? Не просто официальность. Не только фаворит. Это просто довольно серьезнейшая команда. Одна из лучших в СНГ и так-то. Да. Опа! А даблкил бы! А шашлычок? И не приехал. Ну, нет. Слишком толстая стенка. Слишком толстая. Это шейминг. Вот что я тебе скажу. А ну, проси прощения у стенки. Сейчас если у стенки еще проснется. Ну, ты понимаешь, о чем я. Так, проблем. В соло. Стоит пока что на АБ. Перетяжка от банка Пепси вчетвером на Аплантия. Но это, конечно... Ну, не то чтобы ошибка. Это просто попытка предугадать действия противника. Но мы понимаем, что раз вы отдали банан, то сейчас шансы имеются очень неплохие на то, чтобы спириты просто зашли. Проблем, говорит, парни. Хлопцы, нужна помощь! Срочно убил в спину Мэджиска. Ну, и пока размены нет. А вот и подоспел от Чопера. Ну, и здесь Дуги выжидал Декстер Калинку. Ну, и продлевается дым в КТ. Чопер здесь, на самом деле, и в своего мог попасть. Ну, и понимает, что в КТ есть уже соперник. Но Чопер боится за тот момент, что в дыму кто-то мог захайдить в команду банка Пепси. Это был бы действительно очень интересный мув. Но это все-таки 13-7. Баночка уходит на сейв. Ну, подожди, они еще тут посражаются, по-моему. А, они пытаются забрать М-ку, лол. Но Декстер такое не должен прощать. Или должен. О, он попал. Ну, пошел, пошел буллинг дальше с АВП от Декстера. Все, забрали, забрали М-ку. Он ценой жизни. Еще и КСТ ответил по Дексту. О, на самом деле, мне кажется, триск того вообще не стоил. Наверное. Наверное, я с тобой соглашусь. Можно было потерять АВП? Но, с другой стороны, Спирит понимает, что 6 раундов преимущества уже в финальной стадии этой карты могут себе и позволить. Тем более, знают, что у оппонента экономики нет от слова совсем. А вот у Тим Спирит, напротив, она есть. И очень даже неплохая. Поэтому они позволили себе такую роскошь, как патин на лоутайминге уже и пропушить соперник, потенциально выбив из них абсолютно все девайсы. Но атака остается играбельным. У нас Лайм и Кси Пауэр, АВП плюс Кольт. Ну, а что делать банки Пепси? Делать экономически трем игрокам и действовать как-то от пары Лайм и Кси Пауэр, наверное. Да пора бы ВДВ три пистолета сделать и остальные сейвить, смотри. Остаются прямо на Т-базе и три чувака ВДВ. Нормально. Идеально? Звучит как план. Ну и, кстати, обратный причем ВДВ. Это когда ты, короче, залезаешь на АП и рашишь. И у вас реверсный. Так, Си. Не нашел свой фраг, а вот Калинка в упоре с Петчу Тло. Плюс Калаш на халяву. Лайм, конечно, умер из негатива, но в целом довольно хорошее начало для банки Пепси. Так, ну посмотрим, что будет в продолжении. Пока контроль дуги от Спирит продолжается, мне кажется, они понимают, что их хотят в очередной раз репикнуть, но из-за отсутствия гранат команда банка Пепси банально этого себе позволить не может. Ну или просто погибнет. Ну а мы все-таки видим, что Кси Пауэр выход на центр карты. Минус по Мэджиксу. Довольно неприятный тайминг словил для себя Мэджикс. Вроде у него была чуть более приоритетная позиция, потому что он все-таки справа плеча пикал оппонента, а не его, но он все-таки не среагировал. Знаешь, какое-то время... О, классика жанра пошла. Выкидываем вещи на крыше. Ты представляешь, сколько там снайперских винтовок лежит? Там просто мустерка вообще. Я думаю, экологи сейчас просто должны что-то рассказать нам о жизни. Тем временем Кси рассказывает о жизни все, что только может. Это уже два килла, это плюс мораль, друзья. И сейчас на этой плюс морали можно вывести весь раунд, возможно, всю половину, возможно, всю карту. Возможно, весь матч, возможно, всю РМР. Да-да-да, первое место на ВММ. Да, до свидания. Кси просто взял два килла и камбэкнул в мажор еще. Ну, обожди. Там еще может выйти на базу Б команда Spirit. Там соло-опорник в исполнении Калинки. А там уже и шестой, седьмой номер летят во всю пору. Понимает команда. Слышно, слышно их, да. Сдвай. 13 секунд есть только на то, чтобы выйти на плен, поставить... О-о-о-о! Ой-ой-ой, Декстер, конечно, красиво зажарил. Калинки, напомню, нет армора, он пушит просто в упор. И... Что? Дал поставить бомбу. Ну, деньги будут у команды Spirit из положительных новостей. Из отрицательных это все-таки проигранный раунд двум заселенным девайсам. И вот тебе ответ на вопрос в прошлом. А стоило ли идти выбивать? Стоило, потому что, по сути-то, от Кси Пауэра вся основная угроза и зашла в этом раунде. Они прям очень хотели эту снайперскую винтовку. Возможно, они, кстати, не подозревали. Может быть, они думали, что есть шанс на то, что Кси перейдет на Б, потому что это же раунд, в котором пистолеты, плюс два девайса, плюс оданный коллаж. И банка может пойти на усиление одного из плентов. И Spirit пытались угадать, какой будет плен, соответственно, вообще полностью покинут. Но они угадали, Кси красава. Опять же, опыт нереальный у этого игрока. Продолжает нам демонстрировать то, что даже против топовых кланов он может показывать хорошую игру. Так, ну что же, АК-47 без АВП для команды Spirit, но с довольно неплохим количеством гранат. И готовится выход на ребра. Да, причем это будет довольно быстро, как я понимаю. Ну и здесь три игрока опорной зоны базы Б у команды Pepsi. Ну и в упоре будет играть девятый номер. Это Лайм. Лайм берет угла и получает в голову. Вот это действительно было неплохо от Мэджикса. Но на балконе флешку ловит. Кси Пауэр лицом отвечает фрагом по Мэджиксу. Выход продолжается. Кси загонит. Загнали его в угол. И в итоге Мир нашел Лина. И по Ксету тоже имеется информация. Нам дождаться тиммейтов. Его не отпустили просто из угла. Возможно, не стоило даже двигаться. Хотя он понимал то, что нужно хоть куда-то выйти. Уровень, да? Хотел сказать загнул угол. Сказал загонен. Что страшного? Загонен. Это русский язык. Он глубокий. Многогранен. Да. Как банк Pepsi. Ну, который, наверное, нет грани. Она круглая. Ладно, у нее есть, конечно. Один угол. Сверху есть. Тупой. Ладно, 14-й для Spirit. И тот загонен. И тот загонен. И шесть раундов преимущества, конечно, в финальной стадии. На Инферно. При довольно слабой экономике защиты. Но это, конечно, еще не приговор. Но знаешь, такой небольшой вердикт. Типа, ну, пацаны, сори. Но только восемь безопречных раундов в защите могут спасти вас. Сейчас камбэк на ТБшку. Или семь раундов вывести на допы. И там уже порвать просто все шаблоны. Кси будет с ВП в этом раунде. Что там еще? М-ка, калаш, М-ка, МПшка. Вот такой набор. Не все гранаты есть. Но в целом все равно играть можно. Притом, в темном, замечу то, что мы с вами практически ни разу не видели поджимы от банка Пепси. А они были. А не видели мы их, потому что, ну, Абсу в этот момент показывают центральные сражения. А не видели, потому что Абсу их. Вот. И там были действия, просто надо отметить, да, потому что некоторые вещи вы могли не заметить из-за того, что не все мы можем одновременно посматривать. Не, на самом деле нашим Абсу огромный респект. Ребята, вы можете также сердца в чат им присылать и всей нашей эфирной команде, которая трудится специально для вас. Поэтому, я думаю, они будут благодарны, а вам, я думаю, не сложно. Ну, а мы смотрим за следующим раундом. И что придумает команда Spirit прямо сейчас? Это выход все-таки на базу. Аксия Паверс, АВП контролит выход с балкона. Оп, уже не контролит. Декстер минус по Алину. И полностью изолировали Зик, и более того, Лайм там уже погибает. Ну, не знаю, Кси опять горит, Кси опять минус 70 хп просто на молике. Ну, и кажется, 15-й не за горами у команды Spirit. Ну, Кси уже знаешь, это состояние, в котором у тебя тот натвор всю карту. И все равно команда проигрывает. Ничего не сделаешь вообще, просто фармишь, фармишь, фармишь. Но не помогает. Декстер пошел добивать АВП, он имеет инфу. Опять же, тут еще и ствол виден, так что все в порядке. Забирает, нет, не свапает. Или свапает. Это вот классическое снайперское ощущение. Боже мой, нужно ли мне АВП? Нет, не нужно. Нужно ли мне АВП? У меня еще целых 17 секунд, чтобы решить. Подожди, у нас еще три, пусть будет четыре. Да, да, да. Так, ну и да, маппоинты у команды Spirit. И это говорили мы о том, что ТМ здесь наиболее вероятен. И, скорее всего, так и случится. Если команда Банка Пепса в следующих раундах уже ничего не придумает. Флешка для Калинка. Калинка погибает. Последний остается Проблем. И Проблем отмечается фрагом. Но дальше мир, в принципе, рассудил эту ситуацию в пользу своей команды. И выбил все девайсы у игроков защиты. Ну и 2650 долларов это максимум, что есть у команды Банка Пепса. И то у одного игрока это Проблем. Он берет фармилку. Но здесь ничего больше не остается, кроме как закупаться на все деньги. И, наверное, какую-то свою игру придется здесь навязать в защите, в агрессию наверняка. Хочу допы. Ага. Но не на этой карте уже, видимо. Я к тому, что Банка реально может потрепать нервы. Всегда приятно смотреть за ситуацией, в которой серьезная арга с зарплатами и всем остальным имеет шанс проиграть коллективу, который только недавно собрался, отыграл квалы, попал сюда. И, знаешь, ну, всегда вот такие вот нервные темы. Потому что это одна из причин, почему был скандал с Суперлигой. Когда, там, условно, Барса, да, она не хочет играть против коллективов из самого-самого низа. Потому что проиграет ее в условной парме какой-нибудь, ты получишь очень много хейта. Выигрывай у нее, ты не получишь ничего. По факту. Тут то же самое. Калинка, на ЛОХП, Сипауэр. И вот обыграет ее сейчас Банку Пепси. Ну, все скажут, ну, это Банка Пепси. А вот обыграет ее Банке Пепси, и это нереальный удар совершит. Это же Банка Пепси. Можно сразу на интонации обозначить свой приоритет. Ладно, последний на базе Б остается Проблем. Отмечается фрагом по издеваю. Но это выход по точку А, дорогие друзья. Проблем здесь уже оппонента не нагонит. Это значит, что бомба будет установлена в районе планта А. И карта, ну, кстати, еще, возможно, не закончится. Если Проблем, конечно, каким-то чудным образом один в два переиграет Декстера и Чоппера. Но не имея позиций, не имея толком гранаты для диффузов, здесь действовать будет довольно тяжело. Тебе, в принципе, осталось 20 секунд, чтобы выбить двух игроков команды Спирит и еще и бомбу за деф. Да, диффузов там действительно, по-моему, не было у команды Спирит. Ой, у команды Банки Пепси. Так что... Два человека нарисовались сердечки в чате. Вот это вот. Я думаю, это были как раз-таки один опс и второй опс. Проблем. Выезжает. До свидания. Продолжение следует... Да.